Приветствую вас. Я думаю, что проблема не только вас. Я думаю, что абсолютно несправедливо возлагать проблему только на вас. То есть я полагаю, что 50% ответственности лежит и на жене тоже. И поэтому то, что возникла данная проблема, данная ситуация, это ответственность и вашей жене также, 50%. Поэтому вы здесь подавляете себя, на мой взгляд, и говорите о том, что проблема не в ней, а во мне, но на самом деле проблема вас обоих, потому что страсть угасла в ней. То есть она по какой-то причине перестала испытывать оргазм. Но интересно другое. Интересно то, что она перестала испытывать оргазм, а вы почувствовали, что не можете ее удовлетворить, хотя проблема не в вас. Ведь вы ничего не меняли, по вашим словам, а удовольствие перестало испытывать именно она. Значит, изначально проблема заключалась в ней. Изначально она запустила эту цепочку событий, о которых вы рассказываете. Да, со своей стороны, вы почему-то приняли это на свой счет. Возможно потому, что неуверенность в себе у вас была и до этого, до этого происшествия. О чем хорошо, значит, говорит ваше отношение к работе и влияние уверенности в себе, как в мужчине, на работу. Далее. Ситуация такая, что вашей жене нужно обязательно обратиться также к психологу и сексологу. По поводу разнообразия, ну, по поводу того, чтобы внести разнообразие в вашу жизнь. То есть по поводу, может быть, более доверительного отношения в сексе именно с ее стороны. То есть, понимаете, если на протяжении 15 лет у вас все было хорошо, ну, пусть даже 14 лет было хорошо. А потом она перестала испытывать удовольствие и у вас прошла страсть. Ну, понимаете, ведь затухание страсти, в принципе, это нормально, именно затухание страсти. А вот то, что без страсти она не может испытывать удовольствие, говорит скорее о том, что помимо страсти, ну, вот, кроме страсти, у вас, быть может, и нет ничего. Нет эмоциональной близости, нет понимания друг друга, принятия друг друга, ну, или что-то вроде того, потому что страсть это хорошо. Но, страсть она бывает только на начальных этапах, что-то она у вас продлилась столько времени, это здорово, но она не бесконечна. Вот. И возникает вопрос, либо у жены поменялись вкусы, то есть поменялись потребности, и вы вместо того, чтобы адаптироваться под ее потребности, просто-напросто говорите, что мне не нравится чувствовать, что я не могу удовлетворить его. Либо вы стали что-то делать не так, знаете, это нужно выяснять, это первое. Второе. Значит, вы говорите, что я перестаю чувствовать себя мужчиной. То есть вам нужно для того, чтобы чувствовать себя мужчиной, некие определенные условия. Я не знаю, что это за условие, пока что. Ну, кроме только того, что вам нужно доставлять своей женщине наслаждение. Но. Это условие. То есть я чувствую себя мужчиной, если. А это установка. То есть я достоин быть мужчиной, если я свою женщину удовлетворяю. А если нет, по какой-либо причине, что я не мужчина. Понимаете? А то, что у женщины могут быть проблемы, могут быть проблемы со здоровьем, может быть что-то еще. Это вы не учитываете. Вы проектируете все на себя. Ну и у этого тоже есть причины. И полагаю, что причины кроются в еще более раннем периоде, чем может быть даже начался брак ваш. То есть вот попробуйте сами вспомнить, что такое для вас мужчина. Где заканчивается граница ответственности вашей и начинается граница ответственности другого человека. Вот. Подумайте. Это важно. Вы же понимаете, что мужчиной, именно мужчиной, вы можете быть. Вот. Но вы можете быть мужчиной всегда. Понимаете? А не по каким-то только условиям. Ну, условиям вот, например, как в этом случае. Да? Условия, что вы удовлетворяете женщину сексуально. Но ведь мужчина это гораздо больше, чем сексуальное удовлетворение женщины. Значит, как-то представил ее другим мужчиной и получил большое удовлетворение. Непонятно, правда, какое. И вообще, при чем здесь ваше удовлетворение? Если речь изначально шла о ней. Начал практиковать такие фантазии. А потом решил в реале это попробовать. Попробовали, вроде все нормально. Потом она, она опять отказалась. Ну, потому что ей не понравилось то, что чужой мужчина, да, с ней спит. Для нее это неприемлемо. В принципе, вполне нормально. Больше мы этим не занимались втроем. А у меня все, а мне все время хотелось. Потому что только сравнивая себя с другим мужчиной, вы выигрываете на его фоне. Знаете, что жена все равно будет с вами. Месяца два назад я ее представил с бывшим парнем. Во время секса начал расспрашивать ее о том, как проходили их встречи. Это дико возбудило меня. И она сильно возбудилась, испытала оргазм. Потом я, значит, повторил подобное еще несколько раз. Срат на десятое она сказала, что больше не может так. И вроде как чувствует себя девушкой легкого поведения. Ей стало обидно расплакывать. Так на самом деле и есть. То есть вместо того, чтобы работать над развитием сексуальных отношений между вами, вы используете эти фантазии, при этом даже, в общем-то, не задумываясь о том, как они могут, эти фантазии, влиять на вашу жену. Тем более непонятно, если она отказалась, зачем вы начали это повторять. То есть я понимаю, для чего вы это делаете. Но, опять же, такое впечатление, что говорите вы здесь о себе, а не о ней. То есть забываете вы с чего все началось. началось все с того, что она перестала испытывать удовольствие, а вы перестали чувствовать себя мужчиной. И как бы ситуация-то заключается в том, что проблема, она разная. Вот у нее своя проблема, у вас своя проблема. И все. А вы вместо того, чтобы свою проблему рассматривать по-своему, и вместо того, чтобы ее проблему рассматривать, вы вместо этого просто убегаете в фантазии, заставляя ее чувствовать себя не очень хорошо. Так, значит, мы прекратили это практиковать, потом у меня появились принципы бредности. Ну, это продолжение неуверенности в себе и, соответственно, страх одиночества уже. И опять же, здесь у вас имеет место быть проблема уже со значимостью. То есть, вы не чувствуете себя значимым, ну, как и любой человек, который ревнует. Значит, потом у меня появились принципы бредности, я все время об этом думаю, не могу работать. А о чем думаете конкретно? Вот, вы сами жену спрашивали, да? Расспрашивали ее. При этом, как бы она, вот тут я не очень понял, во время секса начала спрашивать ее о том, как проходили их встречи. То есть, она вам не хотела рассказывать, наверное? Да. А вы ее расспрашивали, тем более с ее бывшим парнем. То есть, этот парень, да, там уже больше 15 лет с ней не видится. И вы начинаете ревновать, думая о том, а вдруг ей, ей с ней было лучше. То есть, это все та же самая неуверенность в себе. Это то же самое, то самое условное предпринятие себя в качестве мужчины. Ну, вот. Дальше. В общем, все плохо. Ну, это, конечно, да, Павел, Павел, вот все плохо, это, это проявление депрессии, на самом деле. Депрессивное такое проявление. То, что у вас все плохо. Я так полагаю, что вы сейчас думаете о негативе больше. Возможно, даже подумываете о самоубийстве. Вот. Ну, может быть, не в такой форме, но мысли подобные у вас были. Зато, когда мы практиковали в постели вспоминать ее парня, я был самым счастливым человеком на работе, постоянно с улыбкой, дела спорятся и все было хорошо. Ну, опять же, понимаете, вот, ну что это значит? Практиковали в постели вспоминать ее парня, на работе постоянно с улыбкой, дела спорятся и все было страшно. Вы понимаете, Павел, что от воспоминаний в постели зависит ваша вообще вся жизнь. Это, ну, как минимум, зависимость и уязвимость, как максимум, это игнорирование желаний вашей жены и еще большее отдаление ее от вас. И еще более, еще более сильное ослабление ваших интимных отношений. Понимаете? Не знаю, что делать, если не думать о третьем во время секса, и секса нормального нет. А нормального для кого? Для нее или для вас? Она не возбуждается, я тоже. Ну, понимаете, насчет ее возбуждения, я так понял, что она возбуждается от вашего возбуждения. То есть, может быть, вы перестали возбуждаться в какой-то момент. Вообще, кто первый перестал возбуждаться? Вот это вот меня интересует. И после какого эпизода, то есть, что произошло? Вполне вероятно, что вы просто друг друга не поняли, сделали как-то больно, может быть, партнеру или что-то еще. И как бы, отсюда все пошло. Понимаете? Потому что, ну, больше десяти лет было двадцать раз, а потом она пропала. То есть, как бы, да, она может пропасть, но в общем случае как-то все-то развивается очень быстро. То есть, непонятно, вы чего хотите вообще сейчас? Если продолжать наши игры, то она не может через себя переступить. Так, а чего хотите-то вы? Ну, вы хотите, чтобы она переступала через это, относилась к этому как к фантазиям? Но вы ревнуете? То есть, как бы, у вас ревность возникает, если вы эти фантазии практикуете? Разве нет? Из-за которой у вас ничего не получается? Ну, я так, по крайней мере, понял. То есть, Павел, вы производите впечатление очень неуверенного в себе мужчины, а возможно даже закомплексованного, или, может быть, даже продающего чрезмерное значение секса. С этим нужно работать. Вашей жене, если она первая перестала получать удовольствие от секса, то очень нужно к психологу. Может быть, даже к сексологу. А сперва к психологу, конечно, для разбор. И вообще, я очень рекомендую вам вдвоем пообщаться с психологом, потому что, ну, такие вопросы начинают лучше все-таки вдвоем, чтобы понимать вообще, в чем проблема, и как вы друг с другом общаетесь, и чего вы хотите, каждый из вас. Потому что, то есть, вам нужно для себя повышать свою уверенность в себе в любом случае, это факт. То есть, жене можно и нужно работать над собой, ну, это я пока не могу сказать. Потому что, непонятно, что ее возбуждают пока. Либо ваше возбуждение, либо возбуждение, ее имеют другие причины. Ну, вот. Если у вас фантазии есть, ну, просто фантазии, то вы можете сами фантазировать без нее, если вас это возбуждает. Опять же, что именно возбуждает вас в этом, тоже нужно постараться разобраться, потому что это указало бы на то, в чем у вас проблема в восприятии себя. Понимаете? Вот. Ну, я так полагаю, что корень проблемы где-то в ранней молодости, либо в детстве у вас. Вот. Вот так. Значит. Вопроса никакого вы не задаете. Еще я делаю вывод, что вы здесь тоже проявляете свою неуверенность в себе. Вот. Сейчас вы не формулируете никакого запроса. Понимаете? То есть, вот вы говорите, да, что замкнутый круг, тупик. Так, может быть, это подсознательное стремление вообще сексом не заниматься? Может быть, подсознательно вы уже с женой-то своей сексом заниматься-то не хотите вообще? И потому и тупик. Подсознание вам диктует, чтобы вы не занимались сексом со своей женой. Как бы говорит, Павел, Павел, твоя жена тебя больше не удовлетворяет. Не занимаетесь с ней сексом больше. И вы специально создаете эти ситуации, когда ей что-то не нравится, чтобы она вам давала отворот-поворот, чтобы она не возбуждала, чтобы у вас было право не заниматься с ней сексом. И, может быть, ну, например, избегать интимной близости вообще, да, если вы ее страшитесь, допустим, либо получить разрешение на измену. То есть сказать, что ты меня не удовлетворяешь, а ты меня не возбуждаешь, я буду, как бы, другой женщиной. Ну, вы себе сами, как бы, это говорите. Понимаете? То есть тупик – это здорово. То есть тупик. Ладно понять, для чего вам этот тупик. Ну, вот, увидеть, что вы получаете из этого тупика. Какой, какая выгода? Понимаете? Какая выгода ваша, какая выгода... выгода жены в этом. Потому что, ну, если страсть прошла, а такое бывает, то просто делаете, как бы, первых небольшой, да, меняете окружение, вносите разнообразие в интимную жизнь, подбавляете романтики, вспоминаете, кто перед вами, да, то есть, ну, как бы, что это вот та девушка, которую вы любили, это тот мужчина, которого я любила, да, как бы. И все. Больше, по сути, ничего не надо. А вы куда-то вообще немного не в ту степь пошли. Понимаете? И мне кажется, что это не просто так. То есть, либо вы здесь испугались, это два ощущения, что вы не чувствуете себя мужчиной, и теперь просто прилагаете все усилия для того, чтобы с женой больше не спать вообще. Вот. Либо актуально все то, что я уже до этого сказал. Подумайте, и если что, для более подробного разбора обращайтесь к любому из экспертов, который вам понравился. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.